Приветствую всех зрителей. Благодарю, что сейчас с нами. Новый интересный сериал нам с вами показывают с 20 декабря 2021 года. Он называется «Кофе с кардамоном». Его нам показывает телеканал СТБ. В сериале сыграли роли замечательные актеры. Но особо хочется отметить Елену Лавренюк, которая сыграла роль Анны и Павла Делонга, который сыграл роль Адама. По сюжету их жизни тесно переплетены вместе. Но в реальной жизни они не вместе. Давайте узнаем, как сложилась их личная жизнь и биография. Итак, начнем с Елены Лавренюк. Елены. Украинская актриса родилась 18 декабря 1985 года во Львове. Окончила Киевские национальные университеты М. и Карпенко-Карова. Была ведущей погоды на канале. Дебютировала в кино ролью в картине «13 месяцев» в 2008 году. Среди других работ в кино роли в таких фильмах, как «Синий вир», «Заказ на одного», «Иностранец» и другие. Алена замужем за кинопродюсером Сергеем Лавренюком. В счастливом браке родились две дочки. С Аленой они познакомились в самолете рейса Львов в Киев. Так получилось, что она перепутала и случайно заняла его место. Они были знакомы заочно, но именно там состоялась и в первой личной встрече. Это были эмоции с первого взгляда. Павел Дилонг родился 29 апреля 1970 года в польском Кракове. После школы поступил в Государственное высшее театральное училище имени Людвига Сольски. В кино дебютировал в 1993 году и сразу у самого Стивена Спилберга в знаменитой ленте «Список Шиндлера». Далее были работы в лентах «Молодые волки», получить из рядов «Тайны Сагалы», «Шаманка», «Темные стороны Венеры», «Люби и делай». Золото дезертиров, европейские тигры, гнездовья, «В добре и возле», «Пацаны не плачут» и других. В молодости артист состоял в фактическом браке с актрисой Катажиной Гайдарской, с которой познакомился в 18-летнем возрасте, избранники вместе учились в театральной школе. В знаменательном для исполнителя 1993 году гражданская супруга подарила Дилонгу сына Павла. Не раз в польской прессе сообщалось, что Павел Дилонг встречался с донтистом и совладелицей Варшавской стоматологической клиники Вилла Нова-Эммы Киворковой-Рачковской, которая имеет армянское происхождение. Пару часто видели вместе на различных торжественных мероприятиях. Во время проведения второго международного фестиваля мотивационного кино в российской прессе появилась информация о том, что актриса Екатерина Архарова, бывшая жена Марата Башарова, встречается с Павлом. Внимание представителей СМИ спутники привлекли, когда появились в Ростове-на-Дону. Звезды прошлись вместе по красной дорожке, а на протяжении мероприятия Павел и Екатерина не отходили друг от друга. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал.